друзья всем привет с вами снова есть добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств компания техно в этом году выкатила нам несколько новинок в бюджетном сегменте и в прошлый раз мы уже посмотрели на телефончик spark go 2022 ну а сегодня можно сказать рассмотрим старшего брата этой линейки линейки spark spark 8c чем же примечательно эта новинка но сейчас довольно таки большое количество смартфонов выпускается на довольно ну скажем так неизвестных для широких масс процессоров от компании unisoc но и многие думают что это не самые хорошие процессоры слабые хилы которые не тянут даже какие-то простенькие игрушки тем не менее у компании unisoc есть довольно неплохая линейка которую они выкатили в двадцать первом году она называется unisoc tiger и вот на одном из представителей этих процессоров unisoc tiger t606 построен данный смартфон чем же он еще примечателен здесь у нас довольно большой экран ну традиционно для тех на они любят такие лопатистые телефончики здесь у нас экран 6 6 дюймов это ips матрица hd плюс разрешение но она у нас 90 герцовая что довольно таки неплохо согласитесь в телефончики за 10000 рублей также здесь довольно большой аккумулятор на 5000 миллиампер ну и конечно же наличествует модуль nfc компания техно прислушивается к покупателям из россии если ранее практически все телефоны которые к нам поставлялись ну этого модуля были лишены то сейчас практически новинка за новинкой даже в бюджетном сегменте у нас с данным модулем что действительно приятно и говорит о том что техно не безразличны продажи в нашей стране но сегодня конечно же мы распакуем телефончик посмотрим на него внешне но а полноценный обзор по традиции будет чуть позже в общем давайте начинать ну а прежде чем иначе хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину player за предоставление смартфон чика на обзор именно в интернет-магазине плееру по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны планшеты ноутбуки компьютеры а также бытовую технику общем проходите по ссылочке в описании но мы будем начинать ну что ж друзья бюджетная новинка от компании техно техно spark 8c ну или 8c как угодно радует нас значок nfc на коробочке говорящий о том что вы сможете расплачиваться телефоном в магазине я знаю что для многих это действительно актуально ну и что приятно довольно неплохие характеристики здесь у нас большой экран 6 и 6 дюйма 90 герц 4 гига оперативки и 64 гига встроенной памяти причем здесь идет новомодное расширение она называется у многих также д р е то есть дополнительно можно на 3 гига расширить ну и конечно же здесь у нас новый процессор от компании юнисок юнисок tiger t606 телефончик отложим в сторону и давайте посмотрим на комплект он традиционно у компании техно довольно расширенный довольно большой имеется куча бумажек пленку нам техно предлагает наклеивать самостоятельно ну и имеется естественно здесь у нас гарантийный талон информация по сертификации квик гайд и конечно же чехольчик вот такой вот немножко дымчатой расцветки не приятно что это не просто какой-то дешевый такой прозрачный ты паучихола вот немножко с тонированием таким смотрится очень неплохо здесь имеется зарядное устройство на 2 ампера батарейка у нас в телефоне на 5000 миллиампер ну и здесь к сожалению у нас используется старый разъем micro usb на чем-то пришлось немножко сэкономить убираем комплектацию смотрим телефон телефончик очень похож по дизайну на младшего брата своего ну или вернее младший брат spark go 2022 похож вот этот вот модуль камеры такой дизайнерский элемент хотя модуль камеры здесь у нас всего лишь два на 13 и на 2 мегапикселя здесь имеется также сканер отпечатка пальцев и вспышка с правой стороны кнопка включения клавиши регулировки громкости ну и конечно же сим лоток который мы сразу же с вами вскрываем он находится у нас с левой стороны и традиционно для тех но это полноценный сим лоток большое спасибо ранее компания риме нас баловала подобными лотками но в последнее время своих новых моделях они вообще лишают телефоны возможности расширять память с помощью sd-карт здесь такая возможность имеется даже есть небольшая прокладочка пусть и влагозащита здесь никак не заявлено но это лишняя защита и убережет вас ну допустим от капель дождя либо же брызг экран довольно большой 6 и 6 дюймов ips матрица hd плюс разрешение но она у нас 90 герц это действительно очень классно ну что ж друзья будем телефончик включать будем настраивать и я к вам вернусь ну что ж друзья я настроил телефончик настроил сканер отпечатка пальцев который находится на тыной стороне и довольно шустро разблокирует экран блокируем нажимаем блокируем нажимаем блокируем нажимаем блокируем нажимаем в общем довольно шустро работает сканер понятное дело что все мы уже привыкли к сканерам которые встроены в кнопку, это очень удобно, либо же под экранником. Ну и здесь у нас по бюджетной традиции сканер находится на спинке. Экран здесь довольно неплохой, я не могу сказать, что имеется какой-то очень большой запас по яркости. Сейчас вот яркость у нас примерно на 70%, и если выкрутить на максимум, ну да, становится на камеру ярко и вроде как даже немного засвечивает, но тем не менее какого-то прям колоссального запаса я не вижу. На улице, мне кажется, должно быть неплохо, но если будет яркое солнце, то могут возникнуть проблемы. Сама оболочка здесь очень плавно работает, все благодаря тому, что здесь у нас экран 90 Гц. Действительно очень классно и плавно, и приятно, что даже в бюджетных устройствах стали появляться подобные экранчики. Действительно, после 60 Гц приятно наблюдать подобную плавность в недорогом телефоне. Сама же оболочка здесь у нас на базе 11-го андроида, и, конечно же, традиционно для телефонов Текно это HiOS. Здесь у нас версия 7.6.0. 4 гига оперативки, 64 гига встроенной памяти, и у меня версия, можно сказать, максимальная, потому что, насколько я знаю, есть еще и версии с 3 гигами оперативки. Но, опять-таки, разница в цене там не настолько существенна, поэтому я всегда рекомендую брать именно максимальную версию. Здесь у нас 5000 мА аккумулятор, экран довольно-таки большой, 6,6 дюйма, но всего лишь HD+, разрешение, что, согласитесь, не так много для подобного большого экрана. Так, сейчас мы включим время отключения экрана на 2 минуты, и давайте продолжать. Здесь у нас имеется возможность переключения частоты обновления экрана. Можно выставить 60, 90, либо автоматическое. Ну, я оставлю на автомате, пусть телефон сам решает, когда поднять частоту, а когда ее опустить. Есть режим защиты зрения. Когда отключается ультрафиолетовое излучение, экран становится желтоватым, но с него становится более приятно и безопасно читать, особенно в ночное время. Есть довольно-таки большая здесь у нас такая возможность по кастомизации. Находится она в режиме теми и блокировки экрана. Можно выбрать тему, обои, шрифты и так далее. Ну и вообще оболочка HiOS, как мне кажется, очень сильно напоминает и Realme UI, и чем-то даже MIUI. Такое впечатление, что производитель подсмотрел немножко у Realme, немножко у Xiaomi и сделал такой вот микс. Но, тем не менее, оболочка мне нравится. Она очень шустро работает и даже на бюджетных устройствах чувствует себя отлично. Имеется довольно большое количество спецфункций. Социальная турбо, игровой режим, смарт-панель, который, опять же-таки, как мне кажется, был подсмотрен у Realme. Это вот такая вот боковая панель, которая вызывается свайпом. И здесь у нас быстрый доступ к основным функциям и приложениям, которыми вы чаще всего пользуетесь. Имеется возможность клонирования приложений, настроить меню кнопки питания, ну и так далее. В общем, сама оболочка действительно очень неплохая и кастомизируется в достаточно широком диапазоне. Имеется традиционная лента, ну а-ля лента Google Discover или лента Яндекс.Дзена. В общем, кто хочет, пользуется, кто хочет, можно ее отключить. В общем, оболочка мне действительно нравится. Ну и сам телефончик, в принципе, смотрится неплохо для бюджетного устройства. Вы знаете, довольно-таки понятное дело, что спокойный дизайн, без каких-то вычурностей. Но, тем не менее, действительно, мне он нравится. Ну и давайте теперь послушаем, как же телефончик у нас звучит. Давайте добавим громкости и послушаем. В общем, надо сказать, что громкости здесь с избытком. Действительно, очень громко звучит телефончик и динамик здесь неплохой. Но я не могу сказать, что он супер качественный. Он скорее близок именно к бюджетным динамикам. Но, тем не менее, для просмотра фильмов или для игр вам вполне себе его будет достаточно. Ну а музыку-музыку лучше слушать в наушниках. Благо, здесь есть у нас 3,5 мм. Можно использовать как проводные, так и беспроводные наушники. Ну и что касается камеры. Модуль камеры здесь довольно скромный. 13 мегапикселей основная камера и 8 мегапиксельная фронтальная. Ну и некоторые кадры мне понравились. Ну а некоторые оказались, ну скажем так, немножко не такими, как я ожидал. Вот пример такого кадра. Кошка, которая стоит в коридоре. Я всегда ее снимаю. Света там не так, чтобы очень много. Но здесь телефон просто вот превратил это все в желтое какое-то пятно. Я понимаю прекрасно, что свет от лампы был немножко желтоватым. Но настолько желтая фотка и настолько желтая кошка у меня ни на одном телефоне до этого не получалось. Я несколько раз попытался перефотографировать. Но вот такое впечатление, что модулю не удается подобрать баланс белого. И вот он делает все излишне теплым. Тем не менее, детализация неплохая. То есть, если абстрагироваться от баланса белого, по деталям здесь все вполне себе достойно. Но вот, к сожалению, имеем то, что имеем. Фронталочка на 8 мегапикселей довольно скромная. Детализация здесь довольно слабенькая, если приближать. Но цвет передачи вполне себе на уровне. В общем, довольно средний фронтальный модуль. Но его использовать, конечно же, вполне себе можно. Ну и если снимать довольно яркие, такие цветастые растения, то получается вполне неплохо. Особенно, если будет достаточно света. Цветок этот стоит у нас на подоконнике. Достаточно много света. И здесь насыщенный зеленый цвет. Здесь никаких вопросов у меня по кадру нет. Кактус там же стоит на подоконнике. Здесь немножко почему-то произошел смаз. Если приблизить, видно, что телефон почему-то не сфокусировался. Хотя по цвет передачи все достойно. Ну и вот этот цветок тоже, который стоит на подоконнике, хорошо освещен. Здесь вопросов у меня к кадру нет. И цвет передачи естественная, и детализация неплохая для бюджетного телефона. В общем, телефончик такой получился у нас немножко компромиссный, скажем так. Отличный экран 90 Гц, но в то же самое время HD+, разрешение. Шикарная батарея 5000 мА, но всего лишь microUSB, а не Type-C. Даже неплохие камеры на бумаге делают, ну, так себе фотографии. Единственное, что действительно очень радует, это наличие модуля NFC. Что не так часто встречаешь в телефончиках бюджетного класса. Но будем, естественно, в основном обзоре более тщательно тестировать телефон. И в игрушках, и в приложениях. И, естественно, и фото поснимаем побольше, и видео запишем. И там уже я поподробнее все вам о нем расскажу. Ну, а распаковку на сим буду завершать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а я буду прощаться. С вами Блайз. Всем пока!